Здравствуйте, меня зовут Анастасия и вы смотрите канал Своя Закваска. Тема сегодняшнего видео, что делать, если цветущая уже петуня, высаженная на постоянное место жительства, пропала. Сейчас мне часто в комментариях пишут, что из-за вот такой непростой весны, холодные дожди, ночи, да и не очень-то высокие температуры днем, дали свои плоды. В прошлом году я вам рассказывала, что с такой проблемой я боролась с помощью самосева ампельной петунии. Сегодня я хотела наглядно вам показать, как она сеется и что как раз сейчас пришло время, когда ее можно безболезненно, особенно после таких обильных продолжительных дождей, вынуть из брусчатки и где-то прикопать. Посмотрите, в каком месте в прошлом году росли наиболее любимые вами сорта ампельной петунии. Скорее всего, они дали самосев. Но если, конечно, вы добросовестно все выпололи, то тут уже ничего не поделаешь. Но очень удобно дело обстоит с брусчаткой, потому что здесь мы ничего, конечно, не полим до определенного времени. И в начале июня появляются вот такие вот молодые растения. Сейчас прошел обильный дождь и достаточно легко, поддев ножом, Немножечко, конечно, повредится корневая система, но сейчас я его прикопаю. Я думаю, что с ней будет все очень даже хорошо. Вот здесь уже у меня место, где я прикопала самосев. Я вот так вот просто закрыла укровным материалом, но оставила вот здесь вот продыхи, чтобы растения дышали. Потому что все-таки они уже с корневой системой были, им буквально нужно несколько дней для адаптации. Вот такие вот уже хорошенькие здесь растенецы. Буквально это я вот позавчера сделала. Но слизни здесь поработали, некоторые растения прям подъели. Сейчас я их выну и в какой-нибудь ящичек их рассажу. Жалко, что там слизни не дали им развиться. Ну, так будет надежно. Здесь есть вот прям совсем махонькие корешки. Но вот они два дня уже сидят в грунте, с ними ничего не случается. Порой такой вот хорошей рассады даже вот в марте не бывает. Потому что это самосев, он крепкий, зелененький весь такой. Я вам показывала, как в прошлом году у меня он здорово цвел и в горшках, и просто самосевом там, где я в брусчатке оставила, где я его совершенно ничем не подкармливала. В общем, эта альтернатива очень даже неплохая. Вот заморачиваться, высаживать семена самосева через рассаду я бы не стала. Просто нужно, вот в начале июня где-то начинает он так вот активно весь уже всходить и формироваться, просто его вот так вынимать и подсаживать куда надо. Конечно же, сейчас накрою все это какой-нибудь пленочкой или укровным просто материалом и уберу от прямых солнечных лучей. Наверное, просто вот в беседке оставлю под столом, чтобы туда рассеянный солнечный свет попадал, но прямых солнечных лучей, чтобы не было. Буквально вот на несколько дней, чтобы она тронулась в рост, принялась. Просто вот почему я сегодня об этом говорю, потому что я увидела, что сейчас эта рассада более безболезненно переживет вот эту пересадку. Ну а в моем случае вообще нужно не опоздать, потому что между брусчаткой, если корни пойдут, то их будет совершенно оттуда невозможно вынуть. Потому что в прошлом году я уже поздновато, где-то в конце июня их вытаскивала, обрывались корни и мало растений принялось. А здесь практически все примутся, я уверена. Неизвестно, что нас ждет дальше с погодой, но вот сейчас с некоторыми растениями дело обстоит вот так. Я их убрала подальше от основных, чтобы они не заразились. Вот они начали немножко отходить, тут верхушечка у них. Ну это грибковое заболевание, скорее всего мучнистая роса. Это нужно обрабатывать, если я хочу спасти этот куст. Но скорее всего я не хочу, потому что это слишком долго, это очень трудно и скорее всего оно полностью все равно не выздоровеет. Я выкину это растение, помою хорошо горшочек и лучше сюда вот самосев посажу. Что я вам хочу сказать. Шоки меня подвели. То есть они совершенно не держат такой погоды. Холодный дождь для них просто смерть. Сейчас покажу вам еще несколько шоков, только диперпл. У них тоже очень плохое состояние. И самое обидное, что они на самом видном месте. Вот так вот тоже у меня листочки здесь все коричневые. То есть однозначно тут грибковое заболевание. Вот здесь вот с крыши капает. Холодный дождь на них. Второе такое же аналогичное, симметричное подвешенное растение шок вейв диперпл. Вот так вот. Сейчас вроде начали вот отходить побеги верхушечные. Но сейчас в срочном порядке, конечно, это надо все, хотя бы между дождями, все это опрыскать. Потому что именно вот эти растения, которые уже подвешены на видное место, не хотелось бы потерять. Что же еще можно сделать, если все-таки самосева нет, а петуния пропала. Начало лета, хочется красоты. И вроде бы как еще есть время. Да просто начеренковать здоровые растения, которые более-менее устойчивые оказались в погоде. Например, если бы у меня не было самосева, ну вот я сейчас бы, например, вот с этого вазончика легко могла бы снять черенки. Здесь уже такая неплохая шапочка наросла. Вот. Вот. И видно, что некоторые побеги прям выстреливают за край кашпо. Вот. И не формируют ровную красивую шапочку. Их как раз-таки можно было отщипнуть и укоренить. Время, в принципе, еще есть. То есть где-то к середине июля уже все равно будет красота. Ну, а сейчас немножко я хотела вам показать маленькие свои радости в саду, что зацвело. Много утовлять вас не буду полным обзором. Только то, что особенно трогает мне душ. Ну, во-первых, я наконец-то здесь все развесила, как хотела. Реманжета зацвела. Конечно, я когда видела ее у других блогеров, она мне казалась обычной. Но когда она зацвела у меня, мне кажется, красивей цветочка нет. И вообще вегетативная питонья, конечно, меня очень-очень порадовала. Цветет красиво. Достаточно неприхотливая оказалась в противовес семенной. Вот. Устойчивая к непогоде. Компактная, не требующая много грунта. Вот посмотрите, какие калибрхуа красивые, вегетативные. Все-таки стоит, стоит заказывать. Просто, конечно же, это все не дешево. Но вот ради вот такой красоты, я думаю, стоит. Здесь вот красное, оранжевое, селиловое. Ну, просто они меня потрясли. Вот такая вот нежнейшая, просто махровая. Бакопа вегетативная тоже. У меня получилось, что здесь в этом цветнике практически подвешены все вегетативные растения. Вот остаточки я вот пристроила кашпо, видите, черные. Просто расставила по цветнику, потому что слизни у нас просто все съедят в этом цветнике. А горшок он будет защищать, конечно. Так, еще новости. У меня здесь вот так вот я посадила рядочек черенков девичьего винограда. Ставила я их на проращивание где-то месяца два, наверное, назад. И вот только сейчас появились крышочки. И то не у всех черенков. То есть в воде он не очень-то легко и укореняется. И еще у меня радость. У меня наконец-то проклюнулся мой клематис. То есть вот здесь один. Вот здесь вот параллельно второй тоже дал два побега. Я думала, что пропали. Нет, они просто очень поздно проснулись. Но, слава богу, живые. И вот здесь у меня по краям вот этого дерева будут клематисы одного сорта. Стеллу делать некогда. Поэтому я придумала вот такую вот старую подставочку для шашлычницы. Вот росился туда мой сильвер. Здесь на перебежке стоит Алиса Млючия. Начинает зацветать вегетативная петуния. Посмотрите, красивая какая. Правда, вот эту я не заказывала. Как-то она у меня оказалась. То есть какой-то пересорт. Наконец-то все-таки я подвесила свои бегонии. Вот они у меня здесь будут в этом году на центральном входе. Начинает уже зацветать. Я думаю, что с ней все будет хорошо. Вон те дальние кашпо прям себя чувствуют. Вообще просто великолепно. Этот навес, он просто делает свое дело. Там как раз-таки Шоквейв Дипарпл, который совершенно не хочет справляться с этой погодой. А здесь прям ему очень даже неплохо. Он прям уже там цветет. Так что если есть возможность делать навесы над петунией, делайте. Это спасет вам ее однозначно. Здесь вот так вот я красиво составила свои бегонии. Вот так уже распушились у меня Саксос, Ейлоу и Триллоджи Блю с лобелькой. Скоро, думаю, очень будет красиво. Много бутонов. Фуксиевое деревце захотело расти. И все будет с ним хорошо. В этом году мы будем наращивать вегетативную массу. Потом будем пытаться выжать зимой. И я думаю, что на следующий год будет цветение. В этом году даже, наверное, цвести не буду давать, чтобы хорошая крона наросла. И еще в прошлый раз в обзоре в своем я не показала вам фуксии, как я посадила. Посадила я их вот в этот вазон на ноге коричневый. Вместе с лобелией. Здесь вот все черенки, какие у меня были, кроме фуксиевого дерева, которое я вам сейчас показывала, и кроме фуксии магелланика. Все череночки пошли сюда. И даже здесь еще, которые я прищипывала, я верхушечные побеги и укореняла. Они тоже пошли сюда. То есть здесь будет цветение лобелии обильное до момента цветения фуксии. Если она вообще в этом году наступит. Не знаю, как дело будет обстоять. Фуксии у меня в этом году впервые. Будем наблюдать за ними. Но даже если они не зацветут, я их хорошо сформирую, и на следующий год они уже точно-точно меня порадуют. Алисум, конечно, это чудо чудное. Он просто невероятно пахнет. Обязательно буду его на следующий год выращивать, и буду сохранять. Удивительное растение, очень быстро нарастает. Ну и, конечно, не боится всякой непогоды. Это очень-очень важно для нашего региона. Вот петуньку поближе покажу, которая пересортится, которую я не заказывала. Но она мне нравится. Симпатичная. Напоследок вам покажу, как цветет петуния изи лавендер sky blue. Он такой вот нежный голубой получается уже спустя некоторое время. А распускается он цветом, как обычная опера синяя. Чем-то похож цвет на шок дынем. Только, конечно, цветочек покрупнее. Вот вазончик с гладиолусами начинает разрастаться. Но, конечно, я здесь сделала ошибку. Я высоковато посадила гладиолусы. Поздновато я посмотрела ролики у Светланы Ларисат, у Бориса Борисова, где они. Говорят, конечно, что надо поглубже. Целый штык лопаты. То есть практически нужно было на самое дно этой шины высадить луковицы, чтобы были прямые стрелы. Ну что ж, буду подвязывать. Вот здесь вот я сплела вот такие простые подвесы для бегонии, для клубневой. И вот здесь еще у меня два кашпо вот стоят, ждут меня. Когда у меня будет свободное время, я чуть-чуть покороче сделаю такие же подвесики из белевой веревки. Это будут просто бегония из черенков. Заодно я вам сейчас покажу мои эмпатиенсы. Они все в очень разном состоянии. Конечно, такой холод они страшно не любят. Все пооблетали. Здесь даже неплохо выглядит, но очень маленький. Вот еще один Виолетт. Ну и в ящиках на балконе выглядит вот так. Пожалела я, конечно, что я такую ставку сделала на эмпатиенсы. И целых шесть ящиков я засадила как бы монопосадками из бальзаминов. И что с ними будет дальше, неизвестно. Ну вот такие вот они пока совсем крохотные. Начало июня, когда они будут разрастаться? Не знаю. Ну вот он мой садик сверху. Теперь у меня появилась новая точка съемок. Пока все ждет цветения. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok